Ребятушки, всем привет! Я Павел Градницкий, Тахения и Брахло. Закончился чемпионат Европы. С одной стороны, грустно, потому что был классный месяц. С другой стороны, скоро РПЛ, скоро Европейские лиги. Все это будем обсуждать, поэтому подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, ставьте изумрудный европейский лайк и простите меня за сорванный голос. Все-таки гол Коуа Палмера был шикарный. Испания обыграла Англию и стала чемпионом Европы. Я чуть не плачу. На самом же деле, глупо спорить с тем, что Испания самая подготовленная и выстроенная команда на этом Евро. А Делефуэнто просто красавец до начала турнира. Я считал, что есть четыре сильнейших ростера. Это Франция, Англия, Германия и Португалия. Испанцы ощущались такими Тир-2 фаворитами, слишком молодыми, слишком беззвездными. Тренеры у них тоже непонятно, кто, как его, кстати, зовут. В итоге они даже допинаете, не доводили. Они просто мочили максимум в дополнительное время, а когда было нужно. Закрыли Францию, как папчики во время ковида. Ну и Англию, надо признать, испанцы тоже переиграли. И очень характерно, что вот мы выбираем лучших футболистов Евро. И там сразу, ооо, Родри, какой же он основополагающий. Ооо, Ямаль, что он творит в свои 16 или уже 17 лет. Ооо, Фабиан Руис, это открытие чемпионата Европы, Карвахаль. Он же все выиграл Лигу чемпионов Евро, давайте дадим ему золотой мяч. И представьте ситуацию, если бы Англия победила каким-нибудь шальным ударом кого угодно, был бы такой список? Я считаю, что нет. То есть испанцы себя и командно, и индивидуально проявили очень круто, и пресса у них весь турнир была замечательная. Ну тут просто мое почтение. Но, я считаю, Гаррет Саутгейт показал отличный результат. Нет ничего такого проиграть в финале крупного турнира достойному сопернику. И Карл Анчелотти проигрывал Ливерпулю в финал Лиги чемпионов почти 20 лет назад. И Пеп Гвардиола проиграл Челси 3 года назад, тоже в финал Лиги чемпионов. Сейчас у Гаррета Саутгейта 2 подряд Евро, 2 финала, 2 поражения в упорнейшей борьбе. Я представляю, как ему обидно, как погано у него на душе, но я ни за что не назову его физруком и бестолычу. И вообще, возможно, сильнее Англии помимо Испании на этом Евро была только Германия. Потому что Португалия, нет, конечно, были местами такие эпизодики, периоды игры, когда португальцы начинали комбинировать, что-то придумывали. Но все-таки 3 матча вообще без голов. Или Франция. Франция тоже проигрывала испанцам 1-2, у французов был целый час. Но они сочинили хотя бы один момент уровня того самого углового в исполнении сборной Англии, тоже при 1-2, когда мяч пришлось выбивать с ленточки. Нет, ничего такого не было. Франция не сильнее Англии на этом чемпионате Европы. Допускаю ли я, что Гаррет Саутгейт не разорвет на клубном уровне или поплывет, как Фернандо Сантуш, даже на уровне сборных? Конечно, допускаю. Но эти 8 лет во главе сборной Англии были более чем достойными. Я убежден на миллион процентов, что Саутгейты еще будут вспоминать добрым словом. Так что чуть-чуть респекта, друзья. Чуть-чуть респекта. И последнее. Вот это добро победило со всех сторон. Ура, футбол победил. Испания доказала, что футбол еще жив. Это же просто абсурд. Люди придумали какой-то мифический футбол, красивый футбол, в который должна, нет, обязана играть в сборной Англии. И люди тупо выключили мозг. Они перестали думать, что есть и другой стиль. Бывает еще какой-то рациональный стиль, прагматичный стиль. А я вам напомню вот что. Давайте просто перечислим голы, которые Англия забивала в плов этого чемпионата Европы. Почти каждый красавец. Бисеклета от Джуда Беллингема. Спасительный лонгшот от Бука Йосака. Потом комбинация с участием Уоткинса. Но и Коул Палмер. Смачно. В душу. Так что давайте немножечко и галант тоже отреспектуем, потому что они получились эстетичнейшими. Ну а теперь вспоминаем чемпионат Европы, подводим итоги. У меня тут много разных топ-3. Вы тоже пишите свои топ-3 в комментарии. И не забывайте подписываться на канал, потому что скоро у нас РПЛ, Европейские лиги. Ну и конечно возвращение вечных видосов. Три ярчайших впечатлений от плов Евро 2024. Картинки, которые запомнил лично я. Вот пожалуйста. Гол Ямаля французам. Хвалили Ламина Ямаля весь чемпионат Европы. Ой, какая зрелая игра. Ой, какой тонкий футболист. Какие передачи. Какой же красавец. Какой он уже практически взрослый. Ой, ему же нельзя после 23-х. Иначе будет штраф. Ха-ха-ха. А потом ха-ха-ха. И какие будут заголовки на Ютубе через 10 лет. Что Ламин Ямаль творил в 16. И там конечно же гол ворота сборной Франции. Миньян вообще никак не мог спасти. Только если бы встал в этот угол. Знал бы, что туда полетит мяч. И то, кстати, не факт. Дальше. Радость Дани Ольма после спасения. Это уже последние минуты чемпионата Европы. И Испания спасается от гола. Там три удара по воротам испанцев. То есть Англия, когда ей надо было сравнивать, все-таки мобилизовалась. Все-таки начала придумать какие-то моменты. И вот я люблю, когда футболисты празднуют не голы, а какие-то классные действия. Подкаты, сейвы. Или вот такие сейвы головой. Это тоже очень здорово. Но все равно я уже упоминал. Для меня ярчайший вообще хайлайт этого чемпионата Европы. Это бисеклетта Джуда Беллингема. Я потому что параллельно читал чат у себя в Телеграме. Вот Англия проигрывает, 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 проигрывает. Уже ждут люди, что сейчас мы пошакалим. И тут что? Это его явление гения. Хотя у Беллингема очень спорный чемпионат Европы. Да, даже в финале он там исполнил такой полуфин Зидана и пробил достаточно опасно. Но все-таки Беллингем мог сыграть поярче. А так, ну вот просто три секунды, которые тоже войдут в историю. Как и разумеется, смачный выстрел Ямаля. Три самых печальных впечатления, ну это вылет Хорватии. Когда они там сидели, когда Лука Модрич сидел абсолютно грустный. Да, там оставались теоретические шансы, шансы на чудо. Шансов этих было меньше, чем у сборной России после поражения от Израиля в 2007 году. И вот Модрич стоит этим призом лучшему игроку матча. И понятно, что лица на нем нет. И как потом благодарили Модрича на пресс-конференции. И он сказал, я не могу играть в футбол вечно. Но это было действительно грустно. Пенальти и слезы Роналду. Здесь, наверное, трагична вся ситуация. То есть и партнеры, которые зависимы от Роналду, которые вынуждены на него играть. И тренер, который обязан ставить Роналду и держать на поле. И сам Роналду, который не осознает, что уже все, что надо как-то собраться на второй тайм этот дополнительный. То есть здесь спортивная драма, которую можно изучать со всех сторон. Но мне реально почему-то, вот реально почему-то грустно от того, что Роналду не забил на 10-м подряд крупном турнире. Это не айс. И вот уход Тони Кросса. Это третий пункт. У меня смазанный последний матч. Конечно же, есть люди, которые пишут сейчас в комментариях. Я сам таких видел. Типа запомнится. Как он сломал Педри. Как он не успевал за испанцами. Какой он медленный. Все правильно делает. Вовремя уходит. Ну, как мы выяснили, не очень клевые матчи бывают даже у Тони Кросса. Печально, что таким стал последний матч в карьере. Три главных впечатления живьем. Я подумал-подумал, посидел-посидел. Это однозначно сейвы Донна Румы, потому что испанцы расстреливали Джиджи. Но тот постоянно вообще был в игре. Не терял концентрацию. То есть он понимал, что скорее всего его проткнут. Но он решил, ладно, я буду один против всех. И вот это выглядело как состояние альфа. То есть чувак выпрыгивал в каждый угол. Пожалуйста, в нижний, в верхний. Вытягивался в струну. Это как в слоу-мо. Смотрелось потрясающе. Обостряющее решение школьника Ямаля. Уже в первом матче против как раз итальянцев. Мне папа говорил, пусть они дают мяч школьнику. Пусть школьник что-то изобретает, что-то придумывает. Вот я видел Ямаля, когда это еще не было мейнстримом получается. Ну и асист Роналду. То есть не ждешь, не ждешь, что он отдаст передачу. Думаю, сейчас сам пробьет. А он оказывается щедрым, но нам показалось. Три лучших стадиона, где был лично я, тут все очень просто. Я всего был на четырех стадионах. Но я бы поставил на третье место Гильзенкирхен. На второе Кельн. Ну Гильзенкирхен он просто очень футбольный. Там классное табло. Там в целом он такой современный. Там территория около стадиона такая оборудованная. И там даже есть какая-то зона для воркаута. Конечно, добираться потом до вокзала та еще мука. Но сам стадион, вот именно Чаша, сам стадион крутой. Второе место у Кельна. Там очень живописно. Там такая лужайка достаточно большая перед этим стадионом. Стадиончик такой, но видно, что он уже старенький. Но все равно душевнейший. Ну на первом месте Дортмунд. Я когда сходил, вот сразу после того матча. Португалия, Турция. Записывал АИБ. Сказал, я что-то ждал большего. А потом тоже вот я вижу по телевизору. А, стадион в Дортмундии. Он почти родной. И ты с ностальгией вспоминаешь. Поэтому я бы его поставил на первое место. Но я был, как я уже сказал, на трех аренах. А авторы спортса, Глеб Чернявский и Любовь Курчавова, побывали на всех стадионах. И составили свой рейтинг. Там он достаточно длинный. Я ссылочку оставляю в описании. Любопытный батл стадионов. Советую заценить. Три лучших тренера чемпионата Европы. А о чем здесь спорить? Это Дело Фуэнто. Потому что он чемпион. Это Гаррет Саутгейт. Потому что он выступил. Все равно выше ожиданий. Я не буду сейчас поднимать и скринить комменты. Типа, да Англия вылетит на первой стадии. Да Англия вылетит на второй стадии. Там швейцарцы их прибьют. Да Куман уничтожит Англию. Ну, то есть до финала до перделя. Ну и нормально. И Мурат Якин. Не важно, что у него там в штабе какой-то тактик-аналитик. Не важно, что некоторые футболисты типа Гранита Джаки имеют влияние на тактику. Но Мурат Якин представил на Евро очень выстроенную, классную, тактически грамотную команду. Кого можно было бы включить? То есть могли попасть, но не попали. Ну, наверное, Юлиан Нагельсман. Мне его даже жалко. Потому что, очевидно, классную работу человек проделал. Три лучших вратаря здесь нельзя проигнорить в Мамардашвиле. Потому что сумасшедшее количество сейвов у человека. Ну, просто вот он, как и Донна Рума, ловил состояние альфа. Говорил, вы мне не забьете. Если забьете, то каким-нибудь чудом я сразу об этом забуду и продолжу стоять на стабильно высоком уровне. Поэтому он здесь, хотя маловато у него матчей. У Най Симон не могу вспомнить каких-то жестких ошибок. Практически не пропускал человек. То есть, если забивали, то что-то совсем верное. И вот часто говорят, Саутгейт не дает игрокам раскрываться, проявлять свои лучшие качества. Они у него играют в половину своих возможностей. Но есть Пикфорд. Пикфорд сразу же преображается в сборной Гаррета Саутгейта. Потому что так-то это средний голкипер. Но в сборной он лидер. Он орет на соперников. Он их пугает. Он заводит толпу. И он празднует каждый пойманный мяч. И это, конечно, замечательно. Сразу скажу, сюда не попал Майк Миньян. Потому что, а с хрена ли он должен сюда попасть. И Диого Кошта. Его подвиг против Словении обнулился против Франции. То есть, глупо говорить, он был обязан и там тоже отбивать. Но мы увидели, что он не совсем волшебник. Три худших тренера чемпионата Европы. Ну, начинаем случайно с Палетти. Потому что человек начал перестройку во время чемпионата Европы. Это закончилось каким-то пленным футболом против Швейцарии. Тьфу. Хотелось вообще глаза помыть после этого матча. И потом еще прокапать каждый глаз. Разочаровался. Нью-Йорк Спалетти. Надо ему к чемпионату мира, во-первых, подготовиться и попасть туда. А во-вторых, уже что-то стабильное, какую-то модель там предложить. Потому что иначе, если будут снова метания, это Габелла гарантированно. Дидье Дишам. Я котирую Дидье Дишам. Я уважаю его заслуги. Два финала чемпионатов мира. Это же вообще вау. Но он, по-моему, вообще в одну калитку проиграл Делла Фуэнто свою тренерскую дуэль. Просто в одну калитку. Потому что за час человек не предложил какой-то неразрешимой задачи. Олимпиадной задачи, как говорит Никита Васюхин. Расстроил меня Дидье Дишам. И я не думаю, что сборную Франции с ним ждет какое-то светлое будущее. Я, возможно, ошибаюсь. Потому что, например, мне свойственно ошибаться. Я перед чемпионатом Европы считал, что в сборной Испании сплошные щенки и пупсики. И шансов у них на победу нет. Также, может быть, будет и с Дишамом. Он сейчас перезагрузится. Францию тоже перезапустит. И они разорвут в Северной Америке. И будет вообще, конечно же, позор для меня. Хотя этого уже никто не вспомнит. Третий тренер, работу которого я считаю провальной, это Роберто Мартинус. Причем, ну, вроде бы. В одну четвертую вышла Португалия. Но мне кажется, что нужно было как-то иначе решать дилемму имени Криштиану Роналду. Либо вообще не брать. Вот просто как Хидина Киржакова. Да, ты лучший бомбардир отбора. Но пошел вон. Также и с Криштиану Роналду. Но не оказалось, к сожалению. Не хочу говорить яиц. Это уже банально. Не оказалось какой-то смелости, какой-то резкости, дерзости у Мартинуса. А может быть, он и сам верил, что вот Аура Роналду поможет ему разорвать в 39 лет на чемпионате Европы. Я не знаю. Но получилось все-таки не то, не сё. И получилось, что в атаке сборной Португалии играл человек, который не совсем вывозил. И который делал тактику совершенно предсказуемой. Еще в топ-3 мог попасть Доменика Тедеско, потому что нечто невразумительное Бельгия продемонстрировала в группе, когда охраняла ничью против Украины. И потом французам они никаких проблем практически не доставили. Да, там было два удара, но не более. И все, вылетели в 1-8 и забыли нахрен про них. Но Тедеско даже здесь в топ-3 не прошел. Три разочарования среди игроков. Начинаем с Киллианом Баппе. Тут почти без комментариев, всем все очевидно. Вот Никита Васюхин называл плюсом Баппе по сравнению с Роналду. Что Роналду не забивает, психует и тильтует. А Мбаппе такой, а не забил, и ладно, будут еще моменты. Франция вылетает, Мбаппе такой, ну мы провалились, я тоже провалился. Ну типа будут еще чемпионаты Европы, будут чемпионаты мира, там разберемся. Он уже чемпион мира, ему в общем-то похрену, наверное. Ну как бы он расстраивается, но в миру. Он думает больше о Мадриде, по моим ощущениям. Фил Фоден, я ждал гораздо большего. То есть человек универсальный, такой спортик. Очень приятный, судя по всему, парень. Но не показал и, по-моему, 60% своих скиллов на чемпионате Европы. Там позицию ему искали, там местами не везло ему. Обидно за Фила Фодена. Мы окончательно вычеркиваем его из списка претендентов на золотой мяч. Ну и Андрей Лунин, игрок Мадридского Реала, вратарь Мадридского Реала, думал, что после такой весны, да, без финала Лиги Чемпионов, но после такой весны он сейчас еще затащит на Евро. А его признали вообще худшим вратарем группового этапа. И во многом из-за него Украина не попала в плов из такой плотной группы. И я думаю, что Андрей Лунин сейчас в таком депрессивном настроении. И непонятно, какое будущее в Реале его ждет. И сборную свою подвел. Ну что тут поделать? Такое бывает в футболе. Три лучших игрока Чемпионата Европы. И я здесь назову вообще все банально. Ольма относительно моих ожиданий. Мне казалось, что он способен выстрелить только на одном Чемпионате Европы. И вообще он такой игрок чуть выше среднего. Иногда с такими проблесками гениальности. Но на Чемпионате Европы он конкретно делал разницу. Делал результат. И вообще огромный молодец. И как он заводил партнеров. Потому что он уже опытный как бы для этой сборной. Более-менее. Поэтому Ольма 100% его включил. Родри могут за такой футбол. Вот действительно фундаментальный футбол. Подтянуть пиаром до золотого мяча. Хотя мне все равно кажется, что Венисиус пока опережает. Но глянем на шансы от издания гол. Они там прикидывают, кто с какой вероятностью может выиграть золотой мяч. И третий. Честно. Я вообще без понятия. Не хочется брать кого-то из сборной Испании. Потому что Ямаль. Да, классный турнир. Но мы всегда помним, что ему всего лишь 17-16 лет. Ему было. Или, например, Фабиан Руис. Ну, блин, тоже. Мы смотрели и думали. Ох, а он же на клубном уровне не такой клевый. А сейчас он такой весь полезный. Поэтому я пойду от противного. От обратного. Вот молодой Ямаль. И старый Пердун Пепе. И Пепе свою работу выполнил отлично. Разочек ошибся. Разочек подвез. Но в целом португальцы не пропускали. Поэтому давайте считать, что это заслуга не только Кошты, но и Пепе. 41 год. Чувак рыгал в защите. И не позволял подбираться к воротам того самого Диогу Кошты. Так что он у меня в топ-3. Понятное дело, что это бредятина. Грустно, что Евро закончился. Грустно практически как в детстве. Но сейчас топ-3 игрока чемпионата Европы. Сильнейшие игроки чемпионата Европы от моих друзей. Я говорю, опор. Сегодня большой финал. И три самых ярких футболиста Евро от меня на сегодняшний день. Первое место. А нет, надо с третьего начать. Третье место. Дани Ольмо. Полухорват, полуиспанец. Человек, который дает вызывающее интервью, конечно. Очень странное про свои отступные. Но на поле прямо приятно на него смотреть. Уже очень много лет. Второе место. Ламин Ямаль. Вы думали, что, наверное, я поставлю его на первое место. Но я так подумал. Он, конечно, восхитителен. Но во многом мы восхищаемся им. Потому что мы знаем, что он самый молодой. Что он этим самым бьет рекорды. На деле я бы на первое место поставил Джамала Мусиалу. Джамала Мусиала, я думаю, что если бы Германия прошла дальше, еще бы успел себя проявить. Он уже забивал на евро. И вообще Мусиала это богом данный талант. Приветики. Я посмотрел, на самом деле, мне кажется, настолько мало футбола на этом евро. Мне вообще сложно что-то сказать. Ну, понятно, что я назову Ламина Джамала. Сразу видно, что я общался с испанцами. Поэтому Джамал. В смысле? Джамал не по-испанскому. Его только они называют Ламина Джамал. Кто-то. В испанцах. Джам, вообще нет слова в испанцах. Да? А почему они мне говорили Ламина Джамал? Я еще назову Хвичу, потому что он мне запомнился. Лично мне. И я назову просто потому, что его дофига обсуждают. Дани Ольму. Ну, конечно, сборная Испании со своей несокрушимостью и неуязвимостью, она максимально облегчила выбор этих трех лучших игроков. Поэтому извини, Коди Гакпо и Джуд Беллингем, но, конечно, это будет тройка испанцев. На первом месте Родри. Я безумно рад, что и UEFA назвал его лучшим игроком. Просто потому, что это признание вот некой непопсовости человек делал практически все на поле. В том числе и забивал во всех фазах игры, во всем, во всей этой сути футбола он был незаменим. Хотя, мне кажется, важно, что второй тайм финала как раз-таки выиграли и без него. В том числе, показав, что команда не Родри зависима. Второе место это Фабиан Руис. Это Руис и Родри. Мне нравится фраза о том, что это Хави и Ньеста. Новый сборный. Продвигает мяч. Интересно, что пришел из команды Луиса Энрики, по сути, да? Я имею в виду не сборную Испании, а Париса Джермен. И раскрылся по-настоящему здесь, как еще и человек решающих моментов. Ну а Ямаль просто третий. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.